Друзья, добрый день! Добрый вечер, если у кого-то вечер. Давайте проверим связь, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики, нужно ли прибавить, убавить звук. Как меня слышно? Я в видео, наверное, в течение... Если будет плохой звук, я его выключу, чтобы оно не занимало у нас трапик. Окей. Марина, здравствуйте. Нина, здравствуйте. Эдуард, здравствуйте. Елена, здравствуйте. Так, пока народ подтягивается, я хотела бы не сделать небольшое объявление. Спасибо большое за обратную связь. Сегодня у нас вообще, на самом деле, радостное событие. Мы начинаем новый учебный год на классах, на вебинарах, в нашем тренинг-центре «Вдохновение». Уже три года мы занимаемся этой просветительной деятельностью, которая приносит огромные плоды и делает из людей профессионалов. Профессионалов, в своем деле, в блогинге, также в сайтостроении на платформе WordPress. И к чему я очень, в общем-то, рада. Когда таким образом оправдываются свои усилия, это очень всегда рада. Становятся люди профессионалами, зарабатывают на этом деньги. В этом году у нас просто глобальные планы, глобальные уже построенные списки задач. Звук пропадает. Давайте я выключу звук, точнее, видео. Включу уже его в конце, так будет лучше. Окей, значит, смотрите, ну, во-первых, хотелось бы подвести небольшие итоги вообще того, что у нас происходило в течение трех лет. За три года существования тренинг-центра «Вдохновение» мы прошли просто огромное количество материала, все вы его, конечно же, уже знаете, видели на сайтах. Прошли обучение более двух тысяч человек в таком текущем режиме. И на постоянной основе у нас в клубе находятся 52 участника, которые постоянно у нас занимаются. Ну, кто-то приходит новенький, кто-то уходит, кто-то получает информацию и заканчивает, кто-то находит свое дело и так далее. Дело в том, что у нас есть разные возможности, есть возможность вступить в клуб и быть в клубе, да, то есть получать материалы в записи, получать дополнительные какие-то материалы по темам, которые пройдены, не привязываться к вебинарам, потому что вот в течение трех лет у нас вебинары были в основном бесплатные. То есть когда я провожу вебинар, приходят все желающие, кто хочет послушать лекцию, и она бесплатна в записи, она уже идет в клуб, и она, естественно, доступна только участникам клуба нашего, нашего тренинг-центра. Вот, и, естественно, наши участники клуба, они имеют некие привилегии, да, не ходить на эти вебинары, выбирать удобное время для посещения и просмотра, точнее, доступа к материалам, задавать какие-то вопросы и так далее, да. То есть вот если просто посещать вебинар, то это послушал, ну, сделал, не сделал, это уже как вопрос десятый. Участники клуба, они нацелены более серьезно на работу, они изучают эти инструменты, изучают материалы и становятся профессионалами. Только, я считаю, в этом случае можно вообще стать профессионалом, если ты делаешь, да, от идеи до реализации. Это, в общем-то, может быть не такой большой шаг, но достаточно сложный для многих, потому что надо просто действовать, да, брать и по шагам делать. Вот, поэтому те, кто у нас в клубе, я очень рада, что они нас поддерживают и постоянно присутствуют в нашей, так сказать, деятельности. И именно благодаря им я понимаю, что этот материал крайне ценен и делает людей действительно профессионалами в своей области. Людмила, здравствуйте, что присоединились, здорово. Татьяна, здравствуйте. И так, у меня сейчас вопрос, друзья, к вам. Кто уже состоит у нас в клубе, кто в тренинг-центре, да, кто у нас уже оплачивал, просто я не всех знаю. Поставьте плюсики, кто здесь из присутствующих. Так, угу, вижу и Марина в клубе. Марина, здравствуйте, замечательно. А, была раньше, нет. Ну, это вот раньше, видимо, да, кто-то вот приходит, уходит. Ну, у нас были периодически бесплатные доступы к материалам. Да, сейчас у нас клуб только платный, тренинг-центр. Людмила, очень жаль, выздоравливайте. Елена была на бесплатном. Да, у нас долгое время, особенно первый год, если вы помните, было бесплатно, и все записи были бесплатные. Ну, потом мы закрыли. Знаете, да, что бесплатно, к сожалению, к сожалению, не работает. Вот так вот. Поэтому мы делаем платный, да, вебинары бесплатные, но записи платные. Мне бы хотелось, чтобы все-таки люди делали, участники делали, потому что, ну, я сама по себе знаю, что если я что-то получаю бесплатно, то я откладываю это в долгий ящик, и потом забываю и не прорабатываю материал. Ну, к сожалению, так, к сожалению, все делают. Ну, вот кто, признаетесь, кто бесплатно хоть что-то добился. А если покупается, то, соответственно, уже люди прорабатывают материал и стараются отработать эти деньги, стараются отработать материал, добиться какого-то успеха и так далее. Поэтому мы выбрали именно эту стратегию, и она, как показала практика, работает лучше. Именно благодаря тому, что у нас стала платная основа, у нас появились люди-профессионалы. То есть до этого у нас не было из участников тренинг-центра людей, которые выходили с материалом и что-то потом добивались. Таких вот не было, да, просто смотрели материал и все. Материал классный, качественный, и тут как бы бесспорно, но, к сожалению, не добивались того, что хотели. На платной основе стали появляться люди, которые действительно становились профессионалами, становились, становятся точнее людьми, которые зарабатывают на этом деньги, создают сайты, настраивают сайты и так далее. То есть это как бы мне радостно, и это показывает именно результат. Кто вообще не в курсе, что такое наш вебинар? Кто есть в первый раз? Я на самом деле не думаю, что кто-то в первый раз. Обычно к нам приходят уже те, кто знают, о чем речь. Сегодня тем более не контентная такая часть, больше информационная, поэтому, может быть, не знают вообще, как у нас проходит. Ну, Эдуард, я знаю, что вы точно знаете. Все остальные тоже знают. Окей. Значит, смотрите, ну, пару слов, да, что это у нас такой вебинарный контент, да, дается в виде вебинаров, мастер-классов, можно и так назвать, потому что это подробнейшая информация, где я по шагам рассказываю, как делать то или иное задачу, да, выполнить. То есть мы разбираем либо какой-то плагин, либо мы разбираем какой-то функционал, либо какие-то возможности WordPress, то, что было в самом начале, либо какие-то сервисы дополнительные и так далее. Все это подробненько мы разбираем. Примерно мастер-классы у нас занимают один час, иногда больше, иногда меньше. Вот последние у нас вебинары были покороче, но почаще, да, скажем так, их больше просто было по интернет-магазину. И в дальнейшем мы планируем делать то же самое. То есть у нас будут проходить вебинары, но мы немножко меняем посещаемость. То есть смотрите, у нас будет 4 глобальные темы. 4 глобальные темы на лето, на осень, на зиму и на весну. Это так условно мы их разделили. 4 глобальных плагина с 4 глобальными возможностями. И каждый из этих плагинов мы будем проходить отдельно, и в дальнейшем они будут запаковываться и предлагаться уже отдельно участникам не в виде общего большого тренинга, а вот именно по конкретной теме. И эти вебинары будут платными. То есть мы будем давать часть, обзорную, первую, то есть как было ранее, 3 года, ну, в течение 3 лет, да, то есть бесплатно приходите, я обзорную часть даю этого багина, возможности, какие-то там опции, да, что можно делать, что как это, а подробнейший уже план в дальнейшем будет даваться за платный вход. То есть мы вебинары тоже делаем частично платными. В клубе, естественно, это будет бесплатно. Итак, давайте посмотрим, что у нас будет. Лето 2018 года мы пройдем такой плагин, который называется OptimizePress. Почему именно с него мы начинаем? Дело в том, что это самая-самая востребованная тема, точнее, не то, что востребованная, а самая тема долгожданная. Многие вообще вот спрашивали нас, как вообще нам делать лендинги на WordPress, как нам сделать лендинги. Дело в том, что вы знаете, да, что у нас есть огромное количество сервисов, которые предлагают возможность создавать лендинги. Но каждый сервис – это платная услуга ежемесячная. Чем привлекательно покупать именно плагины, самостоятельно плагины, устанавливать к себе их на сайт и использовать? Тем, что вы платите один раз. Безусловно, разобраться с подобными плагинами, сложными плагинами, потому что мы сейчас вот на этот код берем действительно сусловные плагины. Не так просто. Во-первых, они в большинстве случаев на английском языке, и, как правило, иностранные англоязычные разработчики, они вообще не заботятся о пользователях, как правило. Они не дают подробных инструкций, как пользоваться теми или иными инструментами. То есть они создали функционал, ну и разбирайтесь, как хотите. Дают какие-то аналоговые, сложно разобраться. Например, в виш-листе там голову сломаешь, пока разберешься, как и что. Но когда разберешься, все становится понятно. Поэтому мы на наших курсах будем именно этим заниматься, разбираться с инструкциями и проходить конкретные примеры. Итак, Optimize Press. Чем он хорош? Во-первых, вы платите один раз за этот плагин. Во-вторых, вы можете создавать неограниченное количество лендингов, продающих страниц, маркетинговых страниц, таких как Squeeze Page. Это страница подписная, это страницы спасибо, страницы регистрации и так далее. Страницы регистрации на вебинар и создание воронки продаж. Воронка продаж – это имеется в виду страница. Видели такие страницы, где, допустим, когда начинается продажа продукта, начинается релиз, вы делаете бесплатный курс, мини-курс. Допустим, из пяти дней, пять дней вы на видео записываете какие-то пошаговые действия, и каждый день ваш подписчик получает письмо, переходит на страницу, и там открывается ему, значит, одна страница, материал по сегодняшнему дню. Завтра приходит следующий, открывается следующий. И все это делается на одной странице в виде вот первый день, второй день, третий день, четвертый день. Это вот, собственно, такие страницы, это называется воронка продаж. Вот OptimizePress как раз этим и хорош, да, то есть мы можем создать еще раз неограниченное количество лендингов. Лендингов – это страница захвата. Это когда вы даете, допустим, создаете одностраничный сайт, где у вас идет подписка на мини-курс какой-то, да, допустим, скачай книгу о том-то, о том-то, как за пять дней похудеть. У эксперта такого-то идет с левой стороны ваше видео или там какая-то картинка, с правой стороны идет какая-то, какие-то буллеты и кнопка подписаться. Вот, и кнопка пытаться сейчас подписывается, ну и дальше уже идет, допустим, воронка продаж, дальше идет маркетинговый инструмент, как продающая страница, маркетинговые страницы подписные и так далее, да, то есть все это вот как бы один комплекс, и вы можете создавать это в неограниченном виде, оплатив всего один раз. Плагины эти сделала не я, это мировые студии, очень известные, Optimize Press, V6 и так далее, это не мои плагины, но их можно использовать с шаблоном Abba Inspiration и с любым другим шаблоном. Это не важно, да, это вообще глобальные на самом деле проекты, где работают целые команды. Окей, что будет в программе по Optimize Press? Программа будет очень большая, примерно займет 10 вебинаров, может быть чуть больше, но мы постараемся уложиться в 2-3 месяца, ну, будем смотреть уже по обстоятельствам. Примерный такой пошаговый план, естественно, все это будет разбиваться на более подробные детальные мастер-классы, ну, пошагово это будет примерно выглядеть так. Установка и активация лицензии плагина Optimize Press с редактором Live Editor. Потрясающий, у Optimize есть Live Editor, такой редактор, который позволяет просто с помощью перетаскивания создавать страницы. То есть, смотрите, вот вы открываете, да, этот Live Editor, создаете страницу, и дальше уже кликаете на кнопку «Создать уровень», раз у вас появился уровень горизонтальный. На этом уровне, значит, с левой стороны разместить картинку, все, нажали, разместили картинку. С правой стороны разместить список, окей, поместился список. Дальше следующий уровень создали, здесь мы разместим заголовок, окей, написали заголовок. И так по шагам вы создаете уровни, то есть понимаете, да, лендинг, из чего он у нас состоит. И, естественно, мы пройдем общий обзор Live Editor, потому что это большой инструмент, и мы посмотрим его возможности целиком. Дальше мы посмотрим простое создание первой страницы, и, соответственно, во время создания мы посмотрим возможности вообще вот всего этого редактора. Дальше мы посмотрим, как создавать уровни, возможности еще раз, да, элементы. В OptimizePress входит 40 элементов. По-моему, сейчас вот уже в версии 2.5 55 элементов. Это заголовки, списки, кнопки, календарь, даты, время, отсчет времени, то есть каунтдаун, да, то есть, допустим, вы на какой-то период ставите счетчик, и у вас он кликает, что через 2 часа акция закончится, имеется в виду вот это, да. Описательные блоки, дальше изображение, аккордеон, вкладки, видео, размещение объектов в две колонки, форма подписки, таблица цен, то есть, допустим, вы можете сделать таблицу из трех, допустим, тарифов. Первый тариф столько, второй тариф столько, это модно, знаете, да, на лендингах вы знаете. Таблицу цен, вопросы, ответы и так далее, отзывы. То есть, это полноценная возможность создавать полноценные лендинги. Дальше мы посмотрим вообще возможности создания более-менее дизайна, да, изменения цвета, изменения шрифтов. Посмотрим шаблоны. Дело в том, что в Optimize Press есть что-то около 30 различных шаблонов, шаблонов страниц. Сейчас я открою показ экрана, и мы посмотрим немножко, как это выглядит. Ну, к сожалению, сами шаблоны, они, может быть, не очень привлекательные. Понятно, да, что надо наполнять контентом, надо много что делать, чтобы это было красиво и привлекательно. Шаблоны – это просто набросок, который вы потом превращаете в страницу. Это все тоже, ну, не так моментально делается. Пока он меня обновляет, да, я еще скажу по поводу шаблонов. Так вот, у них более 30 шаблонов. Что это значит? То есть вы можете создавать свою страницу, вот свои эти уровни на свое усмотрение. То есть первый уровень у вас идет заголовок, второй уровень у вас идет форма подписки с вашим видео, третий уровень идет с преимуществами продукта, четвертый там еще какой-то и так далее. То есть вы можете создавать все сами, устанавливать эти уровни и так далее. А можете взять готовый шаблон, где уже есть наработка и просто подогнать его под себя, да, то есть показать на первом уровне, ну, там уже выделен какой-то цвет, показан какой-то дизайн, сделан и так далее. Вот, на самом деле инструмент классный и можно самостоятельно вообще делать многие вещи без всяких-без всяких шаблонов. Ладно, пока открывается, значит, смотрите, шаблоны, да, вот понятно. И, допустим, там есть шаблоны, шаблоны отдельно, страниц, которые у нас подписные, да, то есть страница с формой подписки. Второй тип – это следующие страницы. Третий тип – это подписка на регистрация на вебинар, например. Итак, вот у меня открылся экран, смотрим, да, вот, допустим, вот такой пример, да, это регистрация на вебинар, вначале идет заголовок, второй заголовок вебинара, второй уровень, видите, да, это вот на синем фоне заголовок вебинара, уровень – это у нас приглашение на вебинар, когда, в какое время состоится, и, соответственно, подписка. Дальше, о чем, собственно, будет вебинар? Один, два, три, да, все это вот красиво оформляется циферками, все это прописывается. Кто будет ведущими, айдам или два, то есть, соответственно, фотографию здесь вы выставляете. Поделиться кнопки можете поставить, снова какой-то уровень добавляете еще описательный, и еще раз форма подписки. Ну, на самом деле, приглашение на вебинар больше и не надо, да, то есть, описали, что о чем, как и, собственно, все. Есть, допустим, приглашение на вебинар без формы подписки, а просто с кнопкой приглашения. Есть, допустим, вот это у нас уже идет более-менее похоже на лендинг, да, то есть, это идет книга, купить кнопка, значит, с оплатой, да, или скачать пример, кнопка, дальше, о чем, собственно, книга, почему ее нужно покупать и отзывы, то есть, пример с отзывами здесь показан, и кнопка. Естественно, уровней может быть больше, да, вы можете свои уровни добавлять. То есть, здесь показан пример с отзывами. Дальше, здесь вы можете использовать, опять же, построение, там, какой-то мини-курс, да, построение страниц за минуту, например. Здесь идет видео приветствие с правой стороны, с левой заголовок, описание, кнопка узнать больше и так далее, да, описание, в чем, собственно, преимущества данного продукта идут с красивыми кнопочками. Дальше, еще какие-то условности, да, описаны. Кстати, у самого Optima Express, Василий вам выслал ссылку, у него как раз тоже сделан, они делают свой сайт на своем же продукте, да, то есть, это тоже их лендинг, можно посмотреть, как вот они все это оформили. Еще какие-то выгоды идут, дальше можно, опять же, поставить отзывы, дальше, и так далее. Ну, и кнопка. И так далее, да, вот такой, например, лендинг, красивый, на синем фоне, заголовок идет, небольшое описание, призыв, картинка, дальше идут выгоды, соответственно, видите, 4 бря, да, красиво оформлено, ну, и кнопка «Купить». Естественно, уровней может быть больше, вы можете что-то сюда еще добавить. Это как примеры показаны, вызывать. Еще пример тоже заголовок, красивое описание, картинка, кнопка «Подписаться», это такая, как бы, страница захвата, да, то есть, подписная. И вот отзывы тоже здесь используются. Понятно, да, то есть, вы можете взять какой-то шаблончик, либо уже составить самостоятельно. Вот, классный инструмент, на самом деле, очень рекомендую именно «Оптимайспресс», потому что, еще раз повторю, доплатите один раз, и в итоге, один раз разобравшись хорошо, вы можете использовать его постоянно. Как еще можно использовать такой инструмент? Такие знания, они просто бесценны, понимаете, да? То есть, один раз разобравшись с таким инструментом, вы уже можете предлагать услуги, например, на рынок, создание лендингов, да, на заказ. То есть, один раз разобравшись с инструментом, вы можете уже продавать свои знания. То есть, не только для себя использовать это, но и для продаж для других. Также мы рассмотрим, как здесь создавать меню, и у нас будет 4-5, может быть, больше конкретных примеров, комплексных, не просто, как бы, разбор возможностей, да, а именно на примерах, как создать страницу захвата, сок и конверсии. Дело в том, что у них все примеры, все шаблоны, которые предлагает «Оптимайспресс», они оттестированы. Они могут казаться немножко простыми, может быть, но они уже показали свою эффективность, то есть, они конвертируют. И это здорово, да, не надо ничего выдумывать. Берете шаблон и просто получаете с высокой конверсии страницу, на которую вы приводите людей, и они, соответственно, превращаются в ваших подписчиков там или покупателей. Дальше. Как создать продающую страницу? Тоже детально посмотрим по всем уровням, что, какие есть возможности. Как создать страницу «Спасибо» и другие маркетинговые страницы, вспомогательные, которые там есть возможность создавать. Как создать страницу регистрации на вебинар? Посмотрим, да, тут же разные примеры, как это все создается. И как создать страницу с бесплатным курсом для запуска продукта? Помните, да, вот эта страница как раз, про которую я говорила, когда у вас на одной странице идут сразу несколько дней. Первый день, второй, и, допустим, первый день открыт, а остальные дни не открыты, потому что ваш человек должен получить, соответственно, письмо, перейти по ссылке, а потом уже перейти на страницу, ему открывается второй день. Это вот как раз делаются запуски таким образом, да. Вот, такую страницу тоже можно создать, и мы посмотрим, как это делается. Окей, примеры я показала вам, да, дальше будет на скриншотах. Следующий плагин, который мы рассмотрим, это будет осенью 2018 года, называется он BP Courseware. Перед тем, как пройдем к нему, друзья, плендинги, вот сейчас напишите мне плюсики, кто заинтересован именно вот этой темой создания лендингов, то есть страницы с воронкой продаж, да, то есть пошаговым мини-курсом, продающие страницы, маркетинговые страницы, подписные и так далее. Кому вот именно эта тема интересна? Плюсики вставим, и мы продолжим. Елена, Данина, да, ну вот я понимаю, знаете, вот на самом деле кричат, знаете, когда? Когда уже измучились с созданием лендингов либо вручную, либо на сервисах. Сервисы, естественно, все платные, да, понятно, и вот. Значит, смотрите, надо покупать доменное имя новое или лендинг, можно использовать старое. Можно, конечно, но на самом деле лучше делать на новом доменном имени, не обязательно на шаблоне Operation. А, да, я тебе не сказала, кстати, вам интересную вещь по поводу OptimizePress. У OptimizePress вы можете, не можете не привязываться к конкретному шаблону, то есть здесь у них вы создаете же свой дизайн, да, у вас там он как бы самостоятельный, и поэтому в OptimizePress вам вообще не обязательно какой-то шаблон конкретный покупать, там или брать любой совершенно шаблон, хоть бесплатный WordPress-овский, но главное, чтобы у вас был WordPress, домен, и, соответственно, вы можете сделать это все на поддомене. Допустим, у вас есть блок на шаблоне об Inspiration, на доменном имени, вы создаете, устанавливаете WordPress, устанавливаете OptimizePress, да, и все вот делаете себе лендинги там, то есть так тоже возможно. Ну, вариантов на самом деле много, как это сделать. Вот можно на самостоятельном, на отдельном сделать домене. Можно ли делать на блоге? Можно тоже, но идти ввиду, да, что каждый дополнительный плагин, он утяжеляет блок, а блок у нас все-таки это маркетинговый инструмент, который должен работать как часы, привлекать аудиторию, и чтобы они приходили, читали, задерживались на вашем сайте, да, это немножко другая история, но, в принципе, тоже можно, никто не мешает. Попробуйте и так, и так. Окей, идем дальше. Значит, следующий у нас плагин, это будет уже на осень, VP Courseware, это просто потрясающий плагин, который поможет создать сайт с бесплатным и платным обучающим курсом или курсами. Доступ к курсу после оплаты, последовательные уроки, проверка куратором сценки, выставление оценки, да, выполненного задания, викторины можно там устраивать для шкала успеха и выдача сертификата окончания курса. Значит, смотрите, этот плагин я сама сейчас, в данный момент, и мы уже провели курс по созданию интернет-магазина именно на этом плагине, да, и он показал потрясающую эффективность. Значит, смотрите, я сейчас вам покажу на примере, как это выглядит, так-так-так, и у себя тоже покажу, и вот как это о финальном сайте выглядит. Значит, смотрите, вот это демо-версия, и здесь у нас вверху идут вот три курса, создано, да, три курса, и вот здесь вот я вошла под своим логином и паролем, естественно, нужно сначала зарегистрировать, чтобы попасть на эту страницу. Дальше идет шкала успеваемости, то есть сколько я сделала заданий на каждом курсе. Курсы могут быть как платные, так и бесплатные. При открытии курса у нас открываются задания, такие вот модули, и задания. Также вот эти вот задания тоже отмечаются, выполненные, невыполненные. Видите, вот галочка здесь стоит. Вот, дальше при переходе на задание, на какой-то модуль, да, на задание, мы видим страницу с заданием, либо это видеоурок, либо это будет текст, в общем-то это неважно, да. С правой, с левой стороны у нас курса, где может человек перейти по ссылкам. Обратите внимание, что у нас открыты те уроки в виде ссылок, которые человек должен в данный момент пройти. Новый, пока он не пройдет, вот предыдущий урок, новый урок не открывается. То есть такая тоже есть возможность, есть возможность открыть все. Ну вот мне нравится идея все-таки последовательности, и на курсе по созданию интернет-магазина именно это показало самый лучший результат, да. То есть человек заходит на страницу с заданием, смотрит видеоурок, выполняет задание, если оно здесь есть, может быть, выполняет какую-то викторину, отвечает на вопросы, тогда это здесь вот внизу появится, и нажимает следующее задание, да. Потом, допустим, следующее задание опять же выполняет, как только он сделал, нажимает на кнопку «Выполнено», и ему открывается следующее. Видите, «Next Preview». Здесь показан пример на… да, вот, кстати, видите, вот здесь вот пошла викторина, то есть я выполнила два задания, и следующее – это викторина. Мне нужно пройти опрос. Я нажимаю «Начать викторину», и здесь мне, соответственно, выпадает вопрос, я отвечаю на этот опрос, да, и начинаю сохранить и перейти к следующему заданию. Если вы хотите, вы можете не открывать вашему ученику следующий урок, пока не проверите его задание, либо он переходит в письмо от того, правильно ответил или нет. Вот. Смотрите, очень много возможностей у такого клуба, ну, чтобы вы понимали, вот, допустим, похожие, похожие классы, учебные классы в том же GET-курсе стоят 4 тысячи в месяц. Вот, для примера, да, чтобы вы понимали вообще разброс цен. То есть, если вы хотите сделать подобный курс и использовал, то вы должны будете платить минимум 4 тысячи в месяц каждый месяц, независимо от того, есть у вас ученики или нет. А чем больше у вас учеников будет, тем больше вы будете платить. А здесь вы платите только один раз, разбираетесь с функционалом, как все это сделать, и все. И у вас, пожалуйста, свой собственный тренинг-центр. Ну, не тренинг-центр, это как обучающие классы, да, обучающие курсы. Закрытые, открытые, ну, неважно, бесплатные или платные, это как вы уже захотите. Вот такой замечательный инструмент. Также вот он у нас есть, сейчас я вам покажу, на нашем сайте. То есть, в зависимости, конечно, от разных шаблонов, он будет по-разному выглядеть. Можно взять шаблон, который они рекомендуют, тогда это будет выглядеть в точности как их. Вот, например, у нас создание интернет-магазина было. Страница, соответственно, с курсом. Видите, да, вот все по модулям разбито. Дальше наш ученик переходит к заданию. Например, у меня выполнены уже, вах, все задания, да, я такая молодец. А, нет, не все. Так, давайте мы посмотрим, где я что-нибудь выполнила. Ага, вот, куплен, да. Вот кликаем на задание, которое у меня открыто. Зеленым отличено то, что я уже выполнила. Открывается, соответственно, урок. Дальше я его просматриваю. Выполнила задание, нажимаю «Отметить как выполненное» и перехожу к следующему заданию. Следующее задание, предыдущее. Это вот так выглядит наш курс на шаблоне об Inspiration. Вот таким образом. Замечательно, правда? Что у нас будет? Что у нас будет в этом курсе? Давайте посмотрим. Опять же, план, естественно, сейчас сжатый. Все это будет гораздо более развернуто. По каждому пункту будут еще дополнительные какие-то вещи. Итак, первая установка, конечно, и активация лицензии плагина ВП. Создание настройка курса, создание настройка модуля, то есть урока, да. Создание настройка заданий, то есть задание в модуле. Присоединение заданий к модулям, создание страницы с курсами, вот отдельный, да. Дальше вставка шкалы успеваемости, установка виджета содержания курса, присоединение участников курса, регистрация на курс, то есть у нас должна быть форма, да, регистрации. Оплата курса, шот-коды, изменение внешней сессы, дальше там у нас еще, конечно же, будут сертификаты, как выдавать, естественно, как делать опросы и так далее. То есть вот это все тоже будет, все войдет в курс. То есть создание полноценного сайта, портала для введения своего платного курса или бесплатного, как хотите. Может быть, несколько и платный, и бесплатный. Вот небольшие примеры еще покажу, да, на скриншотах, это то, что мы уже смотрели. Страница с содержанием курса и, соответственно, с успеваемостью, успеваемости, естественно, да. Дальше страница с заданием идет, с правой стороны здесь вот в шаблоне по умолчанию идет у нас содержание, это если не шаблон, а по Inspiration. Кнопки, следующее, предыдущее задание, ну и, собственно, все, да. Друзья, вопрос, кому нужен, у кого потребность сейчас в создании такого сайта, где будет онлайн-курс, закрытый, естественно, да, пошаговый онлайн-курс. У кого же есть такая идея, курс, кто уже готов что-то записать или уже записано, остается только создать вот эти вот сайты, страницы и уже приглашать людей там где-то бесплатно, где-то платно, чтобы они проходили пошагово в вашей инструкции. Вот у кого, Татьяна есть. Вообще, на самом деле, отличный инструмент. Вот сама сейчас пользуюсь, разбиралась с большим удовольствием. Вот, мне прям вот очень понравилось. Так, идем дальше. Следующая зима. Зима 2018-2019 года. Мы разберем, идем дальше, да, идем дальше. Татьяна, вижу, надо, Марина, надо. Но вообще, на самом деле, если вы пришли в интернет и хотите здесь действительно, ну, как бы, заниматься, снять доход, да, и, естественно, самый классный способ – это создать продукт, в котором вы специалист, в теме, в которой вы специалист, абсолютно неважно в чем. Например, вы классно печете пироги или вы классно вяжете, или вы прям вот готовы этому обучить других людей, можете это сделать. Вы, к примеру, не знаю, классно планируете, у вас вот прям вот такая, такая голова, и вы умеете ставить цели, планировать что-то по психологии. Вы, допустим, построили классные отношения со своей семьей, своим мужем, и вы готовы поделиться секретами, как это делать, по любой теме, друзья, вообще, вот просто по любой, где вы чувствуете в себе силы, уверенность, и готовы этим поделиться. Вот вспомните, на самом деле, когда вы встречаетесь с подругами и людьми, да, о чем они вас спрашивают, в чем они считают вас специалистами, какие они вам вопросы задают, и как вы это отвечаете, да. Вот это самый лучший способ выявить, в чем вы эксперт, потому что, на самом деле, мы часто принижаем свои достоинства, да, свои заслуги, и нам кажется, ну, что там такого, ну, что такого, что я знаю английский. Это я, кстати, так всегда думала, когда, когда вот, ну, то есть, когда вот я еще не знаю английский, да, его не учила, для меня это что-то было запредельное. Мне казалось, люди, которые знают английский, это какие-то небольшие жители просто, я знаю, с других планет люди, сошедшие, что вот они говорят на другом языке, на английском, они его понимают. А потом я стала его изучать, в итоге изучила настолько, что я стала свободно общаться, и в какой-то момент мне стало даже, ну, я даже не стала вообще людям говорить, что я знаю английский, потому что это настолько стало для меня естественно, что, ну, что здесь такого, ну, я знаю английский, ну, и все знают английский, и никакого особо здесь нету сверхчего-то естественного, да. Но в какой-то момент, допустим, я оказываюсь в другой стране, и вот, допустим, вижу человека, допустим, из нашей страны, русского, да, который пытается объясниться по-английски, и ни у него не получается, то я сразу же понимаю, что да, у меня есть нечто, чего нет у других, да, я что-то такое понимаю, что-то знаю, чем я готова поделиться. И вот, допустим, ну, если была бы такая необходимость, я даже могла сделать бы курсы английского, да, как я его учила, как мне это было сложно, несложно, какие методики выбирала. И когда ты уже что-то знаешь, тебе кажется, ну, что здесь такого? А на самом деле для многих людей это было бы большое открытие, поэтому покопайтесь в себе и найдите, найдите, в чем вы классно разбираетесь, в чем вас родственники спрашивают, консультируются, какие вам вопросы, к чему вы прислушиваются, к вашему мнению, о чем вы готовы говорить часами, да, и вам нравится, что вы готовы делать даже без денег, то есть вот, ну, я не знаю, вот какие-то вещи, которые вас так вдохновляют, что вам даже и деньги-то не важны, вот, допустим, вот если такие кулинары прирожденные, да, готовы печь торты на все праздники всем родственникам, и, естественно, даже деньги за это не получают, потому что получают удовольствие, вот это ваша тема. Это может абсолютно быть какие-то для вас открытием, потому что вы считаете это естественным, да, а вдруг обнаружите, что классно, вот люди вас считают продвинутым специалистом в этой области, поэтому покопайтесь и запишите курс, вот правда, и плагин WP-CourseWare поможет вам реализовать вот этот курс, установить его без технических вот этих вот сложностей, да, без ежемесячной оплаты по 4 тысячи там за курсы, то потом можете, когда разбогатеете, сильно будет много денег, вы можете перейти на GetCourse, но на самом деле, или на другой какой-то сервис, но я хочу сказать, что свое все-таки лучше, да, не потому что платить, не платить, а потому что вы все это контролируете, когда все у вас на своем сайте, вы точно знаете, что у вас это не закроется, вас не забанят, там еще что-то и так далее, это все вот ваше, поэтому с этими инструментами нужно разбираться. В чем еще преимущество разобраться в том же WP-CourseWare? Дело в том, что даже если у вас сейчас нет курса, но вы чувствуете в себе силу и уверенность разобраться в этом продукте и понять, как он делается, протестировать, создать тестовый, да, понять, как это, и настраивать это для других. Дело в том, что тема создания онлайн-курсов, она сейчас настолько актуальна, если вот вы следите за этим, вы видите, что, допустим, если 5 лет назад онлайн-курсы создавали только по инфобизнесу, да, то есть онлайн-курс, я научу тебя, как бы, зарабатывать деньги, чтобы ты зарабатывал на этом же день, да, вот как-то так, то сейчас у нас приходят специалисты в каких-то узких областях, и это круто, понимаете, то есть, допустим, я еще 5 или 10 лет назад восхищалась одним стоком, сервисом, где было очень много онлайн-курсов, и там был самый популярный курс одного парня, который написал видеокурс, как создать домик для куриц, и я так восхищалась, думаю, ну надо же, вот у нас в России такого еще нету в Рунете, чтобы там домик для куриц занимал высшие там какие-то рейтинги, и люди покупали, и смотрели это видео, и учились. У нас все это было замешано только на деньгах, то есть продавалось только то, на чем можно заработать, а чему-то научиться, что-то узнать новое и так далее, оно у нас как-то было не очень актуально. Вот так вот сейчас, друзья мои, время, как раз приходят специалисты в разных областях, и они готовы продавать свои знания, да, они готовы записать онлайн-курс, но они не знают, как это сделать, поэтому разобравшись однажды с таким инструментом, как WP Courseware, вы можете за деньги таким людям настраивать этот курс, да, вот как Татьяна Прозорова пишет, что у моей клиентки в Чехии есть такая потребность, да, вот уже Татьяна, разобравшись в этом инструменте, может создать, ну или направить к специалисту. Вот, я вот о чем, да, так что инструменты в двух моментах нужно разбираться. Первое, для себя, вы для себя разбираетесь, тратите на фрилансеров, и дальше уже используете в своих целях, продаете свои продукты. Либо на заказ вы становитесь специалистом-фрилансером, становитесь независимы от одного места, не привязаны к геополитически, там, я не знаю, в какой-то санне, в каком-то месту вы можете путешествовать и делать те же сайты на заказ. Это реально, друзья мои, на самом деле, это реально, реально этому научиться на курсе на нашем, на тренинг-центре. Уже примеры есть, поэтому я не стесняюсь об этом говорить. Окей, зима 2018-2019 года, Wishlist Member. Этот плагин мы тоже используем, и вы вам в большинстве случаев с этим плагином знакомы, но знакомы как пользователи, то есть вы не знаете, что я использую, но вы уже были свидетелями использования этого плагина. Этот плагин мы используем в нашем клубе, где у нас закрытые разделы по настройке шаблона об Inspiration. Помните, да, когда вы покупали шаблон об Inspiration, вы регистрировались в закрытый клуб, и там получали закрытый, то есть человек, если не вошел под логином и паролем, он не видит этих страниц и этого контента. Если вы вошли под логином и паролем, вы смотрите, и, соответственно, вам контент открывается. Собственно, для этого этот плагин использует. Но на самом деле он немножко больше. Он дает возможность создать клуб с закрытыми разделами. То есть это сообщество, клуб, закрытое сообщество, куда вы приглашаете людей за определенную плату, они вступают в этот клуб. Вот, да, кстати, вот ВП-тренинг тоже на нем сделан. Да, это тоже закрытые разделы, только по оплате люди получают доступ, участники к закрытым материалам. Это тоже, да, ВП-тренинг, тоже на вишнисте. То есть создание клуба с закрытыми разделами, страницами, категориями, доступными для определенного уровня. То есть уровень бесплатных, да, то есть те, кто получают и прицепить к этому. Уровню материалы, которые вы даете бесплатно. Следующий уровень за какую-то стоимость небольшую, и туда вставляете материалы, которые вы, соответственно, даете. Там бесплатные и за небольшую плату. И другой уровень, третий, четвертый. Вы можете создавать таких нескольких уровней. Очень эффективно это работает в любых тоже обучающих материалах. Например, я знаю историю лично, да, знакома с Натальей. Подскажите мне, пожалуйста, как английский язык. Ой, простите, вот не забыла фамилию, к сожалению. Ну, неважно, она тоже использует вот как раз виш-лист для своих участников. У нее разработана система обучения английского по уровням. Вначале человек входит в клуб на бесплатный уровень. И там получает серию бесплатных материалов. Точнее, не серию, а прям сразу вот у него доступ к бесплатным материалам. И, естественно, а, Купер, да, спасибо большое, Оль, спасибо большое, Наташа Купер, да. Замечательно, точно, наша Наташа Купер. Так вот, сначала получает серию бесплатных. Потом, да, повышает свой уровень за оплату уже на первый, на первую ступень. И к этой первой ступени, то есть, понимаете, да, английский это ступени. Это первая ступень изучения, вторая ступень изучения, третья ступень по увеличению, по усложнению. И каждая у нее ступень, естественно, оплачивается отдельно. И, а при материал сайта, а материал сайта это что? Это ваши статьи. То есть, это же мы все делаем на WordPress. То есть, вы знакомы с WordPress, да? Вы пишете статьи, даете инструкции, и каждую статью прикрепляете к определенному уровню. То есть, например, если вы делаете первый уровень, серия у вас там статей идет на сайте, опубликованная, да, вы их закрываете от общего доступа и открываете только для конкретного уровня. То есть, человек попал к вам на уровень, и он имеет доступ к этим материалам, оплачивает, или переходит на второй уровень, получает следующий материал. То есть, таким образом вы можете, во-первых, структуровать свой рабочий документ, обучающий, если, допустим, вы просто делаете бесплатно, тоже такое возможно, да, то человек как бы порционно получает на каждом уровне свою дозу информации. Да, первый уровень, такая информация, второй уровень, такая информация и так далее. Также это все, ну, естественно, можно за деньги. Человек оплатил уровень, соответственно, получил. Вот такой вот классный сайт. И возможность делать рассылку, кстати, что мне тоже нравится, вот в этом вишлист-мембер, что там можно через пресс всем вашим участникам, которые у вас зарегистрированы, сделать рассылку. То есть, написать письмо и отправить его. Например, о предстоящем вебинаре для участников клуба или о какой-то там возможности, о новом материале на определенном уровне. Например, вы опубликовали на уровень номер 2 новый контент и разослали участникам второго уровня оповещение о том, что у вас появился новый материал, да. То есть, вот это очень классный, тоже закрытый раздел, практически клуб, и клубы сейчас тоже очень актуальны, если следите за этой информацией, очень много вебинаров сейчас проходит, тренингов по этой теме, как создать, как создать. В основном это все, опять же, делается на каких-то сервисах, но, опять же, сервисов, это вот минимум 4 тысячи в месяц, а то и больше. А тут у вас, получается, свой инструмент. Какой будет материал? Это все в сжатом виде, естественно, будет все расширено. Установка, активация лицензии, обзор админки. Как я уже говорила, у нас бесплатные материалы, бесплатные по первым обзорным вебинарам. То есть, вот обзорные я провожу, остальные, они будут все только для участников клуба. И дальше будет уже платно в отдельности продаваться, то есть запаковываться в виде продукта и отдельно. Окей, управление уровнями членства, добавление и удаление участников на уровне, уровень оплата за пост. А, да, кстати, в виш-листе есть еще возможность дать людям возможность покупать отдельную статью. То есть, вот вы написали, например, струкцию, и она может продаваться отдельно. Не в качестве комплекса уровня, да, а просто отдельно пост продать. Создание членских уровней. Дальше управление участниками, со всем черным, делать импорт-экспорт участников, утренцам. То есть, защита, закрывать, открывать статьи, страницы категории, комментарии. То есть, что открыто, что закрыто, определенных уровней. Вот, защита файлов для скачивания. То есть, если человек не вошел под логином и паролем, и у него нет доступа к материалам, то он не сможет скачать, допустим, да. И защита папок на хостинге. Дальше создание, настройка уровней, настройка страниц регистрации, контента, настройка писем. То есть, так, продолжаем, да. Значит, на чем я закончила, на том, что курс очень большой будет, да. Спасибо большое, Татьяна, за обратную связь. Нет, окей. Да, кому эта тема сейчас интересна. Вот еще раз, да, чем отличается вот вишлист-мембер от предыдущего. Предыдущий – это онлайн-курс, систематичный, последовательный курс, да. Шаг за шагом, модуль за модулем, последовательно наш ученик проходит курс, да. Это онлайн-курс. Вишлист-мембер – это у нас клуб, клуб, сообщество, да, членский сайт, где люди заходят и за определенную плату ежемесячную получают от вас определенный материал. Уже есть идея, этот материал вы бы хотели просто закрыть. Вот сейчас вот вы пишете блог, да, и думаете, вот бы такой материал даю классный, надо бы его закрыть и давать, ну, хотя бы за подписку, хотя бы, чтобы человек подписался, да, вошел как-то в сообщество, а потом уже какие-то действия произвел. Вы понимаете, что он ценный, отдаете просто в качестве контента бесплатно на сайте. Татьяне, да? Окей. С таким инструментом вы можете не только для себя настроить, а листам настраивать подобные сайты, клубы для других людей. На весну. На весну мы еще один огромный, большой тоже плагин относим. Это Easy Digital Downloads. Это просто потрясающий, на самом деле, инструмент интернет-магазина по продаже цифровых товаров с возможностью отправки лицензии на товар. Смотрите, цифровых имеется виртуальных для скачивания. Ну, вы сейчас скажете, а как же вот был Вукомерц там, да, и так далее. Если вы помните, вот Вукомерц, он у нас разноплановый, да, он, можно создать продукты физические, можно там создать там виртуальный, партнерский, да, то здесь он, вот этот плагин, он заточен на 100% только для скачивания. Что можно продавать с этим интернет-магазином, с этим плагином? Например, книги свои, чужие, неважно, книги, да, для скачивания, музыку, какие-то звуки, картинки, фотографии, продукты, там, не знаю, софт, если вы пишете, да, программы, там, не знаю, шаблоны для WordPress, плагины, свои, чужие, неважно, какие, да, то есть все, что скачивается. А скачивается у нас очень всего много. Если вы фотограф, вы продаете скачивания, если вы музыку пишете, вы продаете свою музыку. Там, я чужую, пишете книги, продаете книги, там, листовки, какие-то списки, вот у нас недавно тут продавали, знаете, что, список городов или каких-то инструкций по городам, по покупке земли, то есть какие-то там кадастры и прочие какие-то темы, то есть вот даже такие вещи, да, неважно, все, что скачивается, вы можете оформить в виде какого-то файла, и при оплате человек скачивает. Он, почему именно он? Он проще, он легче, чем WooCommerce, и при оплате там нет вот этих заморочек, типа корзина, оформление заказа и так далее, там все. Сейчас, минутку, друзья, секундочку. Вот, и да, вот он проще, я уже сказала, да, и так далее. А еще одна фишка у него есть, друзья, потрясающая фишка, то, что использую я в своем продукте, вот наша компания, это лицензии. Вы все помните, да, что когда вы покупаете шаблон об Inspiration или плагины, вы вставляете туда в специальное поле лицензию, и вам открывается возможность использовать этот продукт, лицензия. Сразу скажу, что там все непросто, естественно, там надо дорабатывать продукты, но если вы разработчик, а именно вот мы будем продвигать, конечно, что же для разработчиков, которые создают свои шаблоны, свои плагины, либо какие-то продукты, которые требуют, опять же, лицензирования, да, чтобы не распространяли, не использовали много раз, вот, то, соответственно, нужно, очень хороший продукт именно этот, да, то есть он дает возможность вставлять лицензии. И мы это обязательно на наших вебинарах разберем. Это больше будет такой advanced, ну, как бы продвинутый уровень. Вот, но это очень интересная тема, как залицензировать свои шаблоны и плагины на WordPress. Ну так, тема, как она, да, установка активности, соответственно, плагина, выбор, установка шаблона для магазина, то есть определенный шаблон выберем, настройка магазина, создание товара, полное будет руководство, создание страницы с товарами, виджеты, установка, создание страницы корзины и плат, оплата, подключение PayPal, шорт-коды, то есть там много есть возможности работы с шорт-кодами, работа с магазином заказы и вот лицензирование. Это будет отдельная тема именно для разработчиков WordPress. Вот такая большая тема. Да, вот немножко ошибочка, это неправильное название. Прошу прощения. Окей. Как выглядит магазин? Ну, вот пример, да, это магазин по скачиванию шаблонов. То есть человек создает много шаблонов, картинка, скриншот шаблона, дальше детали, страница товара незамысловатая, кнопка купить, либо демонстрационная версия, нажимаем купить и попадаем сразу же на страницу оплаты. То есть в отличие от WooCommerce здесь все очень просто. Видите, сразу же идет корзина на одной странице и всего три поля. То есть если у нас в шаблоне WooCommerce, точнее, там куча полей, потому что это касается физических товаров, там надо адрес указывать, доставку, это следующая страница, там все как-то сложно, да, немножко для обывателя. То есть здесь все на одной странице. Идет у нас корзина, тут же три поля заполнили, нажали на кнопку оплатить. Все, да, потрясающий на самом деле инструмент. И если у вас есть продукты цифровые, инфопродукты, да, запакованные в коробочки, либо какие-то видео, что вы готовы продавать, чтобы человек просто скачивал. То есть, смотрите, отличие от закрытых разделов, которые мы рассматривали в предыдущем шаге, да, в том, что человек просто скачивает и смотрит у себя на компьютере в данном случае, да. В случае с виш-листом он оплачивает членство, заходит и смотрит у вас на сайте. То есть вот в этом разница, да. То же самое с онлайн-курсом. Оплачивает, заходит, смотрит на сайте. Здесь же он просто скачивает и смотрит у себя на компьютере. Вот такой вот тоже есть вариант. Еще какой, смотрите, хочу показать вам сейчас, минуточку, пример. Это вот их официальный сайт, который мы будем использовать для примера, точнее шаблон, да, для примера. Можно, конечно, шаблон по Inspiration это сделать, но лучше использовать уже их разработку, что гарантированно будет классно работать. Итак, вот смотрите, сейчас на экране у вас появится вот такой сайт, то есть такой шаблон, бесплатный. Вот здесь у нас идет заголовок, здесь у нас идут вспомогательные информации, плюс корзина. Здесь идут еще какие-то страницы, дальше заголовок, дальше пошел магазин. Картинки, это вот продажа книг, да, книги. Название книги, автор книги, небольшое описание. Написано, что оно бесплатное. Тут какие-то есть платные, какие-то бесплатные. Дальше мы переходим к оплате. К оплате. Дальше переход. Вот, и в корзине у нас просто идет, соответственно, корзина, способы оплаты, заполняем три поля, нажимаем на кнопку Free Download, и у нас начинается скачивание. Все, вот так вот просто люди у вас могут оплачивать и тут же скачивать продукты к себе на компьютер. Кому такой интересен вариант, у кого сейчас есть уже идеи по инфопродуктам или есть инфопродукты, которые вы не знаете, как продавать и хотели бы такую установить систему у себя на сайте, где раз, два, три, и у вас установлен магазин, на котором уже будут выставлены ваши книги, ваши работы для скачивания. Многие, конечно, прошли в Укоммерс и реализовали уже в этом свои идеи, но можно еще вот такой поставить, попробовать. Дальше, смотрите, мы, как я уже сказала, в дальнейшем будем упаковывать все вот эти курсы. Они будут у нас вебинары платными, да, то есть первые обзорные бесплатные, дальше внутри будут уже платные проходить вебинары, и будут доступны они в клубе, доступны в клубе, и стоимость будет их такая, если когда они будут запакованы, Optimize Press не менее 9 тысяч рублей будет стоить, то есть когда мы полностью пройдем курс, запакуем его, и он станет продуктом, он будет стоить не менее 9 тысяч рублей. VP Courseware – это продукт, который с обучающими курсами не меньше 6 тысяч будет стоить. Wishlist Member – не меньше 12 тысяч, очень сложный плагин, поэтому даже от 12, я думаю, это маленькая цена для него. Easy Digital Downloads – тоже достаточно сложный продукт, 15 тысяч. То есть вот такая цена за каждый в отдельности будет курс, когда это все будет уже оформлено в курс. Если вы идете сейчас на тренинг, да, на, ну, как бы в клуб к нам, тренинг-центр, то, естественно, будет скидка. Вообще, на самом деле, если все 4 продукта суммировать на 2 тысячи рублей, то есть на следующий год материал, который я буду проводить, платный, да, он будет стоить в итоге 42 тысячи рублей. Для участников тренинг... Центр, стоимость номер 1490. И до 31 мая сейчас у нас, поскольку мы открываем новый сезон, начинаем... 31 мая мы делаем скидку на пожизненный доступ в тренинг-центр. То есть, друзья мои, тренинг-центр – это не только вот эти 4 глобальные темы мастер-классов, да, и на будущее, которые мы будем проходить. Это не последний год мы все это проходим. То есть мы делаем еще скидки, друзья, 9 990. По ссылочке vptraining.ru price, если вы переходите... Как оплатить? Смотрите. Показываю на экране. Переходите к ссылке vptraining.ru price. Ссылаю ссылочку сюда. Вот, да, кликаем по ссылке. Давайте все дружно кликаем по ссылке. Дальше, смотрите, у нас здесь есть три тарифа. Почему я не рекомендую там месяц и год? Ну, понимаете, да, мы скидки на год не даем, и на месяц тоже, ну, смысла нет. Потому что весь смысл сейчас в четырех новых вот этих буках, да, информации. Это создание лендинга, создание закрытого онлайн-курса, создание клуба и создание интернет-магазина. Ну, что там за месяц, ничего вы не успеете. За год успеете, но это тоже. А сейчас бессрочно вам дается материал, да, на будущие года и на прошлое, то, что прошло, этот год. Значит, смотрите, выбираем тариф бессрочно, он 14 990. Дальше. Нажимаем, спускаемся вниз и нажимаем на кнопку «Получить доступ». Дальше веб-центр. Значит, смотрите, до 31 мая вот это будет цена. Спускаемся ниже, нажимаем на кнопку «В корзину». В корзину. Тогда дальше переходите в корзину, вот здесь вот наверху нажимаете. Нажимаем на кнопку «Оформить заказ». «Оформить заказ». Дальше прописываете имя, фамилию, телефон и e-mail. Дальше спускаетесь ниже. Ставите вот здесь вот галочку «Я прочитал» обязательно. И нажимаем на кнопку «Подтвердить заказ». Все, дальше вас перекинет на сайт «Яндекс.Кассы», где вы выберете способ оплаты. Ну все, друзья, спасибо большое за оплату, кто вошел в слуб. Так, ну что, кто не решился, мы сейчас закрываем эту возможность. До 31 мая у вас есть возможность приобрести пожизненный доступ в наш тренинг-центр за 9,990, до 31 мая. То есть в любое время вы можете это сделать. Все, друзья, на этом все. Я рада была вас сегодня видеть. Я думаю, что вы зажглись идеей создания таких классных инструментов. По крайней мере, я-то точно зажглась. Мне безумно нравятся вообще вот эти новые темы. Мне, конечно, нравится WordPress. Мне нравилось проводить вебинары по WordPress, по WooCommerce. Все это, конечно, круто и интересно, но всегда новое, оно заводит очень сильно. И я вот сейчас очень рада, что у нас начался год именно от таких инструментов, как создание онлайн-курса. Наконец-то мы дошли до этого, да, мы планировали давно. Онлайн-курс, закрытый раздел, то есть это будет у нас клуб. Дальше лендинги. Лендинги начнем мы, кстати, с лендингов. И начнем мы с июля. 2 июля у нас будет первое занятие. Дальше. И 4, да, это будет у нас магазин по digital товарам, то есть товары по загрузке, да, для скачивания. Все, я очень рада, что мы это начинаем. И 2 числа, 2 июля я вас жду на бесплатном, естественно, вебинаре, на первом обзорном по Optima Express мы посмотрим этот инструмент и начнем, собственно, двигаться в направлении создания лендингов, да, как бы становиться будем профессионалами. Кто для себя, кто на, не знаю, кто для бизнеса. Это уже как бы ваше решение, ваше дело. Главное, что вы можете действительно разобраться с этими инструментами и использовать их эффективно в интернет. Причем за небольшие деньги, потому что если использовать сервисы, то это оплата постоянно, как вы знаете, да, а если заказывать на свои сайты, то это фрилансеры, этого не избежать. Все, друзья, я рада была вас видеть. Спасибо за оплату тем, кто вошел в наш клуб. И до встречи 2 июля, да, отдыхаем месяц, сейчас лето. Всем прекрасного солнечного настроения и увидимся в июле на новых занятиях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok